здравствуйте дорогие друзья и гости нашего канала с вами и лидия вот мы встретили долгожданное рождество все прошло просто замечательно лучших английских традициях по семейному и теперь настал момент определить победителя в нашем конкурсе как вы помните в нашем последнем видео мы организовали скажем так конкурс условия конкурса было таково нужно было дать правильный ответ на вопрос как долго можно сохранять декорации и елки согласно английским традициям и так у нас есть девять правильных ответов я сделала 9 вот таких одинаковых бумажечек с номерками теперь мы берем волшебную шапочку собираем все наши номерки бросаем шапочку миксом 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 мешаем 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 и так торжественный момент вы же мне выбрать какой же мне выбрать нашла и так это номер три поздравляем сейчас мы проверим кто это у нас или на наш канал и смотрим номер три у нас присвоен channel павел нет павел примите наше поздравление красивая открытка с видом лондона уходит к вам также мы хотим отметить номер один этот подписчик дал первым ответ и дал правильный ответ поэтому одна из красивейших открыток с видами лондона уходит в омск хай мисс мэри омск также хотела добавить к нашему последнему видео о том что в великобритании принято на родительство всем их писать вышлист это список желаемых подарков то есть каждый семье составляет список чтобы ему хотелось получить на родительство под елочку и потом для вас это облегчает вам работу значительно потому что вы знаете чему будет рад человек которому вы делаете подарок пишешь вышлисте можно писать все что вы хотите но право выбора за человеком который делает подарок это не обязательно что вы должны купить все но могу сказать вам точно что вы будете уверены на сто процентов что человек которому вы делаете подарок будет рад ему и еще один момент один из наших подписчиков спросил меня какое отношение имеет санта клаус к рождению христа так вот такая история я думаю что будет интересно всем кто такой санта клаус это сказочный персонаж который приносит подарки на рождество детям прообразом санта клауса является святой николай который известен своей благотворительностью и который в свое время в качестве подарков тайных подарков помогал бедным всеми у которых есть дети однако во время реформации когда не приветствовалось почитание святых персонажем который стал раздавать детям подарки стал младенец христос а день вручения подарков был перенесен 6 декабря на 24 декабря то есть на рождество всех католическим рождеством мира добра здоровья удачи и процветания меры крисмасс bye